Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения летсплея на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну и также мы продолжаем наш марафон видеороликов. Как только под этим роликом вы набираете 10 лайков, я сразу же выпускаю следующий, так что дерзайте. Ребят, сразу же хотел обсудить одно событие. Я прочитал в комментариях под предыдущим роликом, такой комментарий был, что вот где реализм в карьере ни одного русского футболиста. Но, ребят, я нигде не заявлял о том, что у нас будет реалистичная карьера за Зенит. Почему бы и нет? Если у нас есть деньги, и скауты нам находят таких хороших футболистов, почему бы их не покупать? Да и тем более задача у меня стоит не выиграть там три подряд чемпионата России, стать лучшим клубом в России. Хотя Зенит и так сейчас самый лучший клуб в России, именно на данный момент за последние три года они становились чемпионами. Но задача у меня большая, это выиграть Лигу чемпионов. Напомню, что мы выходили в финал Лиги чемпионов за два сезона. И в том финале у нас справа в защите играл, к примеру, Караваев. Так что я не понимаю, почему такой хейт пошел, причем необоснованный уж тем более. Поэтому я вроде как все разъяснил. Поэтому давайте зацикливаться на этом сильно не будем. Просто вот осведомил о том, что мы не делали реалистичную карьеру с Зенит. Сегодня у нас такие матчи. Выездная игра против ротора в чемпионате России. Вторым составом, скорее всего, сыграем домашняя игра против Барселоны на стадии 1-8 Лиги чемпионов. Дальше домашняя игра против московского Динамо. И выездная против Урала. Ну, в принципе, все понятно. В этом выпуске мы делаем акцент только на игру, наверное, с Барселоной. Потому что дальше у нас снова Динамо. Только самый лучший такой клуб из всех, который нам предстоит сыграть. Пятое место занимает. Поэтому играем сейчас со вторым составом. Так, ну, мерит будет на воротах. Но остальных, если только не пиковая форма, я буду... Так, давайте я сразу это сделаю, а то я потом забуду. Заходим в план игры и сразу ставим комару в стартовый состав вместо того же вот Элведи. И вот так вот, и вот так вот. Ну, вроде... Вроде, вроде, сейчас смотрю. Да, все. Никого там больше не надо переставлять. Поэтому как-то так. Так, так, Гая будет сегодня на старте. Ну и все, вот таким составом я решил выйти. Абсолютно всех заменил, кроме там Тахо, Комары, Мерита и Малкона с Поваром. Все остальные, вроде, всех поменял. Так что давайте будем начинать вот таким составом против Ротера на выезде. Матч чемпионата России. Поехали. Итак, Волгоград-арена. Ротер принимает Зенит в рамках чемпионата России. Начинаем. И Асимьен открывает счет. 72-ая минута. 1-0. Долго мы пытались разобрать оборону Ротера. И все-таки у нас это получилось. Замечательно. И 2-0. Я думал, сейчас просто эта передача даже не пройдет на Асимьена, но все-таки получилось. Ну и Асимьен забивает дубль. Вот так вот, даже с приходом Эрлинга Холланда, мы даем шанс Асимьену, во-первых, игровое время. И он этим пользуется. И вот забивает, хоть и Ротеру, но все-таки забивает. И Чалов делает счет 3-0. А Асимьен еще и голевую на него отдает. Ну, замечательно. 87-ая минута. Мы громим Ротер на выезде. Замечательно. Все, правда, замечательно. Разгромная победа Зенита на выезде над Ротером. Ребята, молодцы. Ну и сейчас будем готовиться к игре с Барселоной. Лучшим игроком стал сесть на Асимьен. 7,5 у него оценка. После 20-го тура мы все-таки на первом месте лидируем на 8 очков. Или нет, на 12. На 12, да, уже даже на 12 очков. Над московским. Так, Маркиниса все-таки решили подписать в Ливерпуль. Ну что ж, 30-летний опорник, который может и центральным защитником сыграть, и правым защитником, поэтому за хорошие такие деньги, выше даже рыночной стоимости. Друзья, снова какие-то пошли неполадки со звуком. Снова, так сказать, звук с вебки теперь у нас будет. Ну, надеюсь, не сильно он, конечно, мешает вам все-таки. Разница, конечно, ощутимая, но придется как-то исправлять эту ситуацию. Пока что так. Так, Маркиниса решает купить все-таки Ливерпуль. Мы еще попробуем понаглее за 75 миллионов продать его. Почему бы и нет? Так, а вот Дэниела Райса мы, кстати, готовы подписать, да, за 36 миллионов. В принципе, он уже придет к нам в пятом сезоне, которого не будет. Поэтому, может быть, я так чисто для себя оставлю эту карьерку. Может, как-нибудь так поиграю, потому что сильно притерся к Зениту, к этому составу, который собрал. Поэтому, ну, интересно. Ну, у нас сейчас домашняя игра против Барселоны. Если я не ошибаюсь, мы как-то с ними играли. Даже в раунде плей-офф. Ну, как вы понимаете, мы их прошли, потому что мы вылетали только, вот, получается, в финале Лиги Чемпионов. Это был какой наш, я не помню, второй же сезон, если я действительно ничего не путаю. В третьем сезоне мы вылетели от Баварии в полуфинале. И вот четвертый сезон у нас идет сейчас. Значит, от Барселоны мы точно не вылетали. Поэтому, как-то так. Так, Мерит у нас не будет играть. Будет играть Пикфорд, не будет играть также Комара, мы видим. Значит, на поле выйдет Элведи. Ну, и не будет играть Джастин Клюверт, бывший игрок, причем Барселоны. Мы его оттуда именно и покупали. Ну, значит, будет Чалов и Семьен у нас на скамейке запасных. Вот, скудненькая, конечно, у нас скамеечка, но что поделать. Зенит Барселона, состав на ваших экранах. Лига Чемпионов 1-8. Поехали. Итак, Газпром-арена Зенит принимает Барселону в рамках Лиги Чемпионов. На стадии 1-8 плей-офф. Давайте начинать. И 1-0. Шикарно, Холланд на Жезуса отдает. 61-ая минута, и Зенит выходит вперед. Нам главное в сегодняшнем матче не пропустить от Барселоны. Ну, вот, получилось главное самим забить. Очень хорошая атака пошла. И все. Минимальная победа Зенита над Барселоной. Благодаря голу Габриэля Жезуса мы обыгрываем Барсу дома. Ну, и на выезд отправляемся с хорошим таким, правда, минимальным заделом. И Жезус стал игроком матча, естественно. Так, Маркиннеса готовы купить Ливерпуль за 65 миллионов. Вообще замечательно. В хороший мы плюс ушли, потому что мы его вроде за копейки какие-то подписывали. И все. Деньги у нас сейчас есть на покупку, именно зарплатного бюджета на покупку Райса. Поэтому все супер. Молодой опорник приходит, надеюсь, на несколько сезонов он будет у нас основным. Хотя там и Сумаре сейчас есть. Но Сумаре 84, вот они будут, так сказать, конкурировать. Поэтому вот как-то так. Так, у нас теперь здесь Федор Чалов. В нашем рейтинге. Я не знаю, здесь Дрюси же тоже, да, мы выставили? Да. Так, скауты, кого мне там до сих пор ищут? Опорника до сих пор. Там есть Крещано Роналдо, левый, кстати. Но я не знаю, давайте теперь... Будем искать центрального, потому что Дрюси вроде как, я понял, прокачался. Единичку там получил какую-то. И теперь у нас самый низкорейтинговый игрок в команде. Это именно Федор Чалов. Поэтому будем искать ему замену. Итак, сейчас у нас домашняя игра против московского Динамо. Игра более-менее такая равная. Должна происходить все-таки первая строчка против пятой. Поэтому состав тоже будет такой боевой. Может быть, даже как и с Барселоной. Некоторые позиции заменим, конечно, чтобы отдохнули наши игроки. Ну и будем выдвигаться на матч. Вот таким составом мы выходим. Зенит против Динамо. Домашняя игра в российской премьер-лиге. Поехали. Итак, Газпром-арена. Зенит против Динамо. Российская премьер-лига. Начинаем. И 1-0. 54-я минута. Эрлин Холланд забивает в ворота московского Динамо. И выводит Зенит вперед. И 2-0. Замечательно. Забивает, кстати, Мейсон Грин. Которого я выпустил вместо Малкома. Вот. Забивает. Воспользовался своими моментами. Вот этими 5-ю минутами буквально на поле. Ну и все-таки забил. Молодец. И все. Финальный сесток. Уверенная домашняя победа над Динамо. Холланд и Гринвуд забили по мячу. И приносит нам очередные 3 очка. Лучшим стал Холланд. Его оценка 7-0. После 21-го тура мы все так же на первом месте лидируем в 12 очков над московским Спартаком. Итак, в сборную месяца попал Жезус, Маркинес и Асимье. По тренировкам я сейчас быстренько пробегусь. Никого из основного состава. Только вот молодежка прокачивается. Ну и у нас последний матч на сегодня. Это выездная игра против Урала. Дальше Тульский Арсенал и Барселона, как мы видим. Поэтому давайте перейдем к выездной игре в Российской премьер-лиге. Ну естественно таким давайте тоже ратирующим составом я сыграю. Ну и вот таким составом я решил выйти на матч против Урала. Поехали. Итак, стадион Центральный в городе Екатеринбурге. Урал принимает Зенит в рамках Российской премьер-лиги. Начинаем. И 1-0 на шестой минуте. Урал быстро так с центра поля начал свою атаку. Я даже не успел ничего делать и Гусейнов нам забивает. И все-таки Чалов сравнивает счет. Перед самым перерывом, вот аккуратненько в верховой борьбе выцарапал мяч головой. И пробил сразу же. 46-я минута. 1-1. И Грингу делает счет 2-1. 56-я минута. Мы наконец-то выходим вперед в этом матче. И шикарный момент. Только что выпущенная Симьен забивает в голевой атаке. На пустые ворота ему отдавали передачу. Жезу записывает на свой счет голевую передачу. К 70-й минуте уже счет 3-1. И все. Финальный свисток. Уверенная выездная победа. Хоть и пропустили первыми, Зенит все-таки одерживает победу. Набираем очередные 3 очка в чемпионате России. Ну и лучшим стал, кстати, Асимьен, которого мы выпустили на замену. После 22-го тура мы все так же на первом месте. Все так же на 12 очков опережаем московский Спартак. Ну и на этом все. Ребята, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жид. До новых встреч, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok